Так, леваки, вроде Пряникова, постоянно кричат про мальтузианскую ловушку, в которую попала позднее. Ой, Господи, Жень, если ты еще здесь, вот про мальтузианскую ловушку. Есть екатеринбургский историк, который написал про это целую книжку, и, честно говоря, книжка была одной из худших, которую я вообще видел по экономической истории, потому что там не было вообще никаких доказательств, кроме каких-то анекдотических сведений. Жень ты с нами. Да, да, я с вами. Да, я знаю, о ком ты говоришь. У меня примерно такие же впечатления от этой книжки. Сергей Нефедов, да, если кто-то из аудитории знает про такого человека. Да, действительно, мне кажется, что сторонники гипотезы мальтузианской ловушки, они очень сильно подгоняют факты, они занимаются тем самым черепикингом. Потому что, если вы посмотрите на их аргументацию, то, скорее всего, они будут приводить в качестве каких-то примеров бедности, истощения почвы, перенаселения, свидетельства буквально из двух, трех, четырех губерний. Абсолютно, да, абсолютно. Как раз чуть раньше ты упоминал работу Маркевича про региональный валовый продукт, про неравенство экономического развития регионов Российской империи. Если мы посмотрим на результаты работы Маркевича, да, и на какие-то другие работы на ту же тематику, например, Линдерта Навцегера, недавнюю статью, то мы увидим, что вот эти губернии, Тамбовская, Воронежская, Курская, они как раз относятся к очень узкому поясу очень бедных губерний. Буквально все губернии северные, они уже богаче. Губернии южнее, они тоже богаче. Причем, знаешь, я опять перебиваю, Господи, когда я уже, там, знаешь, самые бедные были вот как раз вот от Тулы где-то до Воронежа, вот там вот Тульская, Воронежская, да, вот там Курская была очень бедная. И на территории Белоруссии были очень бедные губернии, насколько я помню. Да, вот если я не ошибаюсь, вот-вот там, как Анди-Витебская губерния, тоже были очень бедные. Это были, кажется, самые бедные, собственно, регионы вообще империи. Ну, не считая там окраин, типа Средней Азии и такого. Вот, по-моему, так было, да, я не ошибаюсь, не помнишь? По-моему, тоже. Я про Белоруссию сейчас не скажу, там надо карту посмотреть. Вот, это я все к чему? Да, к мальтузианской ловушке, да? Когда там начинают приводить какие-то цифры, то, скорее всего, они некорректны. Это нужно перепроверять. Цифры по душевому потреблению, цифры там по пашне на душу населения, все это нужно троекратно перепроверять. Потому что насчет достоверности такого рода статистики идет очень большая дискуссия, да, она очень старая, она началась, собственно, еще до революции. Насколько эта статистика достоверна и не занижает ли она реальный, реальное производство, да, и реальные пассивные площади. Это большой вопрос. Она, собственно, началась с появления земской статистики, собственно говоря. Ну, да, до революции, да. Поэтому мальтузианская ловушка, если перенаселение в мальтузианском смысле действительно не существовало, то оно относилось к очень небольшому количеству губерний, центра. Собственно, до революции существовала так называемая комиссия центра, да, на ее материалы очень часто ссылаются, историки и нефедов в том числе. Да, но нужно помнить, что эта комиссия рассматривала только 18 губерний из 50 губерний Европейской России, то есть даже не половину и даже не треть. Ну, при том, что всего губерний-то и областей в империи было почти 100. Это только в Европейской России, да, за исключением царства польского, да, за исключением царства польского в Финляндии, но это ладно. И за исключением, значит, всей Сибири, где, естественно, ситуация была совершенно другой, да. То есть понятно, что... И это касалось только сельского хозяйства, да, тоже понятно. Вот, ну и вообще довольно странно, когда у вас там с каждым десятилетием растет экспорт зерна, да, примерно там с каждым десятилетием, ну, почти вдвое, если посмотреть. То есть рассуждать на этом фоне о мультюзианской ловушке, ну, по-моему, это какая-то совсем другая мультюзианская ловушка по сравнению с тем, что обычно нет. У Пола Грегори хорошо написано и про аграрный кризис, и про все вот это. Вот в экономическом росте российской сибири. Кстати, очень хорошая книжка, когда перечисляли экономических историков. Грегори не мог поставить на первое место. Да, да, да. Не мог вспомнить фамилию, забыл фамилию. Пол Грегори, да, историк из Техаса, он, кстати, к нам приезжал несколько лет назад, я помню. Вот, и у него очень плохой разговорный русский. То есть он может говорить... Притом, что он сам потомок русских эмигрантов, да, Грегори это Григорий. Да, да, да. Ну, он может говорить на русском, но очень плохо. Читает он на нем хорошо. Вот, хотя не один Грегори, да. Есть другие тоже персонажи, которые читают свободно на английском, а вот говорить на английском у них получается намного хуже. Не будем показывать пальцем на этих лысых людей.